Дорогие телезрители Дорогие телезрители Дорогие телезрители С 1 по 7 ноября приехали из 22 регионов России. Да, участников очень много было. Сами соревнования очень, я думаю, в высоком уровне прошли. Конкуренция была достойная. Да, конкурентов было много. Порядка 50 спортсменов было на чемпионате России. Да, на чемпионате России именно. А вот на Кубке России было около 100 участников. Ну и как ты расцениваешь, сложно ли тебе далась эта победа? Или все-таки ты была готова к этому? Победа, конечно, была трудная. Волновались. Все-таки присутствовало волнение, да? Да, самое главное – это волнение спортсмена. Потому что там тоже по правилам именно надо все выполнять четко и по команде. И именно сперва надо с волнениями. Ну то есть вот мы отметили, да, то, что очень важную роль играет психологический фактор в этом виде спорта. Вот, Людмила, вот как вы боретесь с этим, вот если, например, чувствуете вот волнение, например, может, думаете о родственниках, не знаю, о родине. Может, пальцы крестиками, да, или, может быть, там, я не знаю, пятерочку, да, под подошву, да, туда в ботиночек складываешь. Как, что, как, как, у тебя есть, может, талисман какой? Нет, особо такого нет. Всегда думает только о соревновании. То есть концентрация только вот на помост, да, выйти. Да, чтобы все было четко по команде. Ну что ж, ну это, конечно, похвально, да? Ну давайте вот мы говорим о том, что у нас золото чемпионата России есть уже. Лежа, о ваших прошлых достижениях давайте поговорим. Мы знаем, что были победы и в троеборье, и в жиме лежа. Вот давайте вот немного похвастаемся. Какие еще у вас медали есть? В 2015 по жиму лежа чемпионат России. Победа? Серебряный. А, серебряный призер. В 2015, 2016 и 2017 годе двукратная чемпионка чемпионата России. По троеборью. По троеборью, да. И двукратная чемпионка первенства России. Замечательно. Ну то есть у тебя уже в копилке достаточно много золотых медалей, да? Ну а расскажи, как долго ты шла к этой победе, да? И вообще, наверное, многим телезрителям сейчас будет интересно, где ты родилась, вообще во сколько лет и кто тебя привел в спорт? Я родом из Мигана Ганглазского луза. Я занимаюсь третий год пауэрлифтингом. Всего лишь третий год. Да, и столько медалей. И меня провел в спорт тренер. Тренер пришел? Сразу провел. А вы откуда, как вы познакомились? Я училась техникум. Да, вот, о том, как познакомились, давайте. Слово передается тренеру. Получается, с 2013 года я работал в республиканском техникуме интернате для инвалидов. Там работал инструктором и преподавателем именно адаптивной физической культуры, да? И в 2015 году я поступила именно Людмила Пахомова. Ну, сперва, ну, на пару физической культуры ходила, и так особого внимания не было. То есть была совсем не приметная. Рядовой ученик, да? Рядовой студент. Потом уже приблизился чемпионат республики Саха-Якутия, который проходит у нас ежегодно. И стали готовиться к нему. По списку посмотрел по нозологии болезней студентов, да? И выбрал спортсменов, среди которых выбрал Людмилу. И начали вот за короткий срок тренироваться. Пришли на соревнования. Второе место заняла. Второе место? На республике. Да, на республике второе место заняла. И уже по интернету, по протоколам чемпионата России я посмотрел, и у нее были шансы. Ну, то есть результаты там ближе к середине, там уже, да? Да, ближе к середине. Отлично. Людмила, я предлагаю вспомнить этот день, когда вот к вам пришел Аркадий, и вот предложил, да, участвовать на чемпионате республики. Долго думали или сразу все-таки решили? Ну, сначала спросил, что будешь ли ты участвовать. Ну, я сразу согласилась. Но потом уже так профессионально заниматься я уже боялась. А скажи честно, вот девочка же, наверное, в глубине души и плачешь, наверное, от нагрузок, да? И бывает так, или все так легко дается, тем более жим лежа, да? Ну, достаточно такой, ну, можно сказать, мужской вид спорта, да? Силовой. Силовой вид спорта. И вот ты, девочка, как бывает, что плакала, наверное, да? Или нет? Все так прямо. Ну, все равно были же трудности. Сначала вообще не хотела. Потом уже полетела. Полетела. Я ее каждый день караулю. Это заслуга тренера, и, как говорится, аппетит приходит во время еды. Аркадий захотел, и Аркадий сделал спортсменку, да, и с Людмилой. Даже спряталась. Пряталась, даже в него закрылась в комнате. Первый год, получается, я за ней бегал. То есть Людмила у нас все время убегает, Аркадий ловит. И получает вот золотые медали впоследствии, Людмила, да? Дальше уже. Сейчас уже без спорта. Никуда. Да. Аркадий, ну вот вы являетесь тренером Людмилы с 2015 года. Ну и вот вы сказали, да, о том, что сначала как бы, ну, потенциала огромного в ней не видели, да? И вообще, а насколько сложно вот в ребятах распознать, да, ну, ребят вот с ограниченными, да, возможностями по здоровью, да, вот разглядеть в них будущих спортсменов. И раскрыть потенциал. И раскрыть, да. Все равно, когда вот спортсмен к тебе приходит, да, хочет заниматься, у кого-то есть природный талант. Вот, кто-то быстро учится, хорошо выполняет, вот. Ну, легко дается. Да, легко все дается. А есть, уже смотришь, вот, они далеки от этого. Ну, упорством тоже вот так начинают. Такого, что выбрать кого-то нет. Кто пришел, мы с радостью приглашаем в нашу команду и занимаемся. Ну, отрадно, что вот Людмила пришла, да, вот пусть и в первое время не хотела, но вот смотрите, вот у нас сегодня вот сидит двукратная чемпионка уже. Людмила, говоря о победе, давайте продемонстрируем нашим телезрителям, собственно, медаль, ради которой вот был проделан этот путь. Давайте вот приподнимем медаль. Вот она, ребята, вот, дорогие друзья, золотая медаль чемпионата России по жиму лежа. Ну, что ж, Людмила, я думаю, у вас в комнате уже есть специальная вешалка, не знаю, подготовили, наверное, да, где вот копятся им всякие грамоты, награды. Вот где хранятся ваши все трофеи? Дома, в Мегана Конголаска. Все там висит. У себя в мае, да? Да. С Диана, наверное, там болеет, наверное, все, да, все-все-все, очень, наверное, много родственников. А кто твой главный, ну, вот, фанат, да? Самый большой поклонник вашего труда. Поклонник вашего спорта, о котором ты, наверное, вспоминаешь при каждой победе своей? Конечно же, это родители и лучшая подруга. И лучшая подруга. Как зовут лучшую подругу? Евдокия. Евдокия, передаем тебе пламенный привет, да? Большое спасибо, что поддерживала нашу Людмилу, да, трудные моменты. Ну, еще вот, мы знаем то, что соревнования, да, которые прошли в Сочи, ввелась прямая трансляция через интернет, через различные приложения. И я уверен, что все твои друзья, в том числе Евдокия, все родственники смотрели вот трансляцию и как завершили соревнования, вот, обрушился, наверное, прям град звонков, да, вот твой телефон. Кто первый дозвонился и вообще как поздравляли? Сначала мама позвонила, и сразу я ей говорила, что первое место. Она так обрадовалась, чуть не заполакала. Ну, наверное, плакала, мне кажется, просто не хотела показывать, да, это. Аркадий, а вот мы знаем, что помимо нашей Людмилы еще же ведь были ребята, да, от республики представляли. Значит, у нас был Иван Халдеев, он стал серебряным призером, да, также был Игорь Сазонов, так, он тоже серебряный призер, да. Бабанова Екатерина, она у нас получила, что, тоже серебряная металлистка, да. И также у нас Владимир Балынец. Конечно, Владимир Балынец, рекорд. Он установил рекорд России, да. Ну, то есть у нас же есть ребята, да, с которыми хотелось бы работать, да, которые могут продвигать этот вид спорта, да. И, ну, мы знаем, что, в принципе, вас не так много ведь, да, ребят, которые занимаются, и хотелось бы, чтобы побольше стало, да, у нас кадров. Да, мы каждый год набираем, делаем набор на секцию пауэрлифтинга, и у нас такого возрастного ограничения нет. И вот всех, кто хочет, приглашаем с 10 лет до, ну, кто. У нас самый возрастной спортсмен, ему 54 года. Самая маленькая, которая занимается, ей 10 лет. 10 лет, да. Такая вот разница, да. И старый-млад ходит заниматься, это действительно здорово. Да, и куда можно обратиться, где вас найти? В центре, в республиканском центре адаптивной физической культуры. Это находится в здании Самородка. 7 дней в неделе готовы принять любых желающих. Да. Ну, и тогда необходимо все-таки отметить, что это не легкие, да, тренировки. И вот, например, Людмила занимается у нас аж 4 раза в неделю. И так что будьте готовы, дорогие телезрители, если вы вдруг отдадите свое чадо в руки опытному тренеру Аркадию Степанову, ваш ребенок будет заниматься как минимум 4 раза в неделю. Это, в принципе, достаточно сложно ведь, да? Да. Золото легко не дается. Ну что ж, время у нас почти подходит к концу. И напоследок давайте поговорим о ближайших планах. Мы знаем то, что сезон у нас завершился, да, и дальше у нас будет небольшая передышка, после которой мы начнем готовиться к какому соревнованию? Чемпионат России. Чемпионат России. И какие цели мы ставим перед собой? Чемпионат России именно по троеборию. По троеборию. По троеборию, который состоится в мае. В мае. В мае следующего года. Ну что, удачи пожелаем и тебе, и будем болеть за тебя. И, возможно, уже в мае мы вновь пригласим вас в студию и будем говорить о твоих новых победах. Ну а на этом мы уходим на короткую рекламную паузу. Не оставайтесь с нами. Сразу после рекламной паузы мы поговорим про очень интересное мероприятие, которое состоится. Которое состоится в Центре спортивной подготовки «Триумф». Называется она «Будь в форме». Все мы об этом в курсе. Не переключайтесь. После короткой рекламной паузы мы увидимся с вами в этой студии. Итак, дорогие телезрители, в эфире программа «Спорт-клуб» и мы продолжаем прямой эфир. Весь остаток нашего сегодняшнего прямого эфира мы будем говорить о третьей уже по счету, о спортивной ярмарке, фестивале «Будь в форме». Наше традиционное большое спортивное мероприятие, которое ежегодно радует всех любителей физической культуры разных возрастов. И, как вы уже догадались, дорогие друзья, у нас в студии организаторы этого прекрасного мероприятия. Мы с большим удовольствием представляем вам. У нас сегодня в студии Григорий Мочкин, также рядом с ним Саина Шеломова и Гаврил Винокуров. Вот они, творцы. Всем привет! Ну что, молодые, позитивные, активные, рассказывайте. Ну ведь это у нас уже, как он уже сказал, наш Вася. Да, уже третий раз. Значит, опыт есть. Уже опыт есть, да. И расскажите, что было в предыдущие годы, 15-16 годы? Так, традиционно выставка шла в рамках празднования Бала Чемпионов, так как у нас основными организаторами являются Министерство спорта и редакция газеты «Спорте и пути», то есть наша газета «Медикруппа Сити». А в декабре было, в 15-м году и в 16-м году, несмотря на то, что выставка проходила в будний день, потока было очень много. И я думаю, что эти два года послужили очень хорошим примером, чтобы на этой предыдущей нашей выставке люди приняли участие. Именно фитнес-клубы, магазины спортивного питания, магазины спортивной экипировки. И я думаю, что благодаря выставке, кстати, да, в прошлом году Якутс посетил Евгений Экштайн по приглашению Григория Мочкина. Это тренер по кроссфиту, обладатель самой большой сети кроссфит-залов по СНГ, ну и лучший тренер России. Мы с Ганей вот с первой выставки участвуем. Сначала как участники выступали, да? Потом в прошлом году возникла идея пригласить гостя к нам в республику. Пригласили Евгения Экштайна. И вот с этого года уже как вплотную, как тоже помогаем Саине, как организаторы тоже. И в этом году мы пригласили очень известного в мире фитнеса и спорта большого человека Михаила Кокляева, который вот с Якутском знакомый по наслышке. Он участвовал в играх в Мончаре по Масле Сингу. В 2009 году. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, да? Да, когда мы еще вернемся. Вот, ребят, мы сейчас сидим, да, вот вы спортсмены, двое спортсменов, которые вот с первых дней, да, вот этого мероприятия, вы всегда вот вместе. И мы видим результат вашей работы. Я уверен, что среди наших телезрителей нет людей, которые не знают, что такое, вот, будь в форме, да, вот этого мероприятия. Надеюсь, да. Мы в этом уверены. И вот давайте вот вспомним тот день, когда вот, как бы все втроем, не знаю, и с другими вашими товарищами собрались. И вообще, как родилась вот идея создать подобные мероприятия? Какие цели основные ставили для собой? Ну, 2015 год, 2015 год. Как-то я вот думала, то, что вот Якутску нужна такая вот спортивная именно движуха, спортивное вот такое мероприятие, где принимают участие все спортивные фитнес-клубы, новые спортивные направления, такие как CrossFit, Cycle. Ну, в общем, я подошла к нашему главному редактору Александру Посельскому и предложила, давай, Саша, как раз у нас десятилетие газеты, и давай создадим вот такое мероприятие и посмотрим там, что-то как будет потом. И нашу идею поддержала Мария Николаевна Хростофорова, наш генеральный директор, а потом мы вышли на уже министра спорта Михаила Леонидовича Гуляева, он тоже поддержал. И вот во дворце спорта «50 лет поведы» вы видите моменты нашей первой выставки. Было очень, так сказать, классно вообще вот это проводить, столько людей, столько эмоций, столько работы, столько вот труда в этой выставке вложено. И уже в 2016 году как-то уже, ну, как по накатанной, как по накатанной, да, еще у нас был гость, а Евгений Экштайн, что вот придает особый статус этой выставке. Гамца, скажи, можно вопрос к тебе? Ну, вот ты тоже с первой выставки там, как ты считаешь, вот для чего вообще такие мероприятия нужны? Ну, придумать-то придумали, да? Вроде бы прижилось это мероприятие у нас, да, среди жителей, да? Оно набирает популярность. А для чего? Для кого и вообще какие цели-то основные таких мероприятий? Цель и задача – это у нас пропаганда здорового образа жизни и сплотить всех. В этой выставке будут все спортсмены. Обычный житель города Диакутска может подойти ко всем, ну, с спортсменом, подойти, поговорить, узнать очень многое. И также разные конкурсы. Ну, то, что все спортивно, в нашей республике все будет там. Также будут мастер-классы. И все это бесплатно. Вход бесплатный. Главное, нужно захватить с собой кроссовки и спортивный костюм. Единственное требование, да? Чтобы быть не просто зрителем, а именно участником. Да, и чтобы быть участником, да. И скажу, да, немножечко ознакомлюсь с программой у нас. Да, конечно. Программа начинается с 9 утра. И нашу выставку открывает шестикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по боксу, министр спорта Георгий Русланович Балакшин. Будет такая вот позитивная зарядка. Зарядись министром спорта. А потом уже с 10 утра у нас ведет работу выставка. Начало мастер-классов. А потом в 10.30 у нас встреча с Михаилом Кокляевым. И также в рамках этой выставки у нас пройдет открытый абсолютный турнир по силовому спорту. А также Тутум Эргир, Тутум Гатутус, это якутская вертушка. И пропаганда интеллектуального вида спорта. Это будет сеанс одновременной игры с гроссмейстером, 11-кратным чемпионом мира Гавриилом Колесовым. Ну то есть есть возможность не просто размять мышцы, но и поработать головой. Да, да. То есть попробовать себя в различных видах спорта. Глядишь, может где-то и появится участвовать потом. Ну и подвигаться с такими именитыми спортсменами. А даже сделать селфи уже стоит ради этого прийти на это мероприятие. Еще дополню, да, еще придет фитоняшка, это Ирина Амбросова, мастер спорта, чемпион Москвы, чемпион Сибири. Участвовал в шоу, то есть Арнольд Классик по фитнес-бикини. Покажет мастер-классы именно по позингу, как надо себя подавать, по тренировкам, по питанию. Я думаю, что для женщин, для девушек это будет очень интересно. Да, тема актуальная. И еще скажу, пока не забыла, да, будет презентация, презентация седьмых спортивных игр народов Якутии в Ангинском Улусе. Приедет вся спортивная делегация от Ангинского Улуса, и там будет у них своя площадка. И там тоже всякие интересные конкурсы, всякие, вот, как сказать, у них будет фотозона специальная, сделанная по символике игр предстоящих. Ну, в общем, да, все будет очень круто, все будет очень весело. Ну и самое главное, они представят, да, то, что они готовят на эти игры. Ну что ж, обширная программа, действительно, и какие гости, вот мы видели в видеоряде, да, то, что, как говорится, наглядно телезритель мог понять, что же там вот происходит на этом мероприятии. И вот, Григорий, скажи, ты вот, как опытный участник, да, будь в форме, какова там атмосфера вообще? Что царит внутри вот зала, будь в форме? Ну, с самого утра, вот, начиная с зарядки министром, царит вот здоровая, позитивная атмосфера, где каждый вот участник может получить заряд энергии от известных спортсменов республики, заканчивая нашими гостями. И также могут получить очень здоровые, ну, акции будут проходить. Все желающие могут выиграть абонементы, там, подарки с разных залов, с магазинов, спортивных товаров, там, одежды. Поэтому будет много очень интересного и, ну, дружелюбная, позитивная атмосфера до вечера. В такой атмосфере, наверное, только и хочется бегать, прыгать, везде участвовать, да? Дорогие телезрители, у вас есть прекрасная возможность прийти на это мероприятие. 25 ноября. 25 ноября в Центре спортивной подготовки «Триумф». Если вы активный, то вы имеете отличную возможность, там, получить различные купоны, скидочные, да, ценные подарки. Абонементы, да, конечно же. Борее всего, бодилайн представит, наверное, уйму, да, абонементов. Конечно, за абонементы придется потрудиться, там, конкурсы будут. Конкурсы непростые будут, да? Конкурсы будут, да, упражнения делать. Ну, все в рамках, там, легкие будут. Легкие, да? Ну, хорошо. Ну, а это у нас третья, то есть, грядет, наверное, и четвертая, да? Планируете это сделать уже, наверное, на постоянной, да? Планируем, да, планируем. Если немножко раскрыть, вот, будущее, наши, вот, скажем, идеи, да, наши, вот, мечты и цели, то мы хотим, чтобы эта выставка проходила и зимой, и летом. Летом у нас, вот, планируется такое масштабное мероприятие. Ага. Ну, вот этим летом приезжал призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Дмитрий Клоков по тяжелой атлетике. Ему и Курцов очень понравился, и он решил тут сделать чемпионат Дальнего Востока по кросслифтингу, это новый вид спорта, который придумал сам Дмитрий, поэтому летом ожидается большое соревнование. И это соревнование, думаю, мы обязательно снимем и сделаем передачу. Ну, что ж, мы знаем то, что вот, ну, до самого мероприятия осталось совсем немного, да, и мы знаем, что сейчас... 15 дней. Да, 15, вот, уже... Да, сегодня 10-е. Сегодня 10-е. Люди на погруженную работу, отсчитывая дни, да, до начала. Ну, мы знаем то, что сейчас проходят промо-акции и все различные мероприятия, которые готовят нашу публику, да, к этому грандиозному событию. Где можно, успеют ли наши телезрители еще где-то поучаствовать, чтобы хотя бы немножечко почувствовать, что их ждет 25-го числа. Так, первая промо-акция у нас прошла в ТРК Туймада на первом этаже, и вот промо-акцию провела тренер фитнес-центра Bodyline Ариадна Винокурова. Все было очень круто, все было очень зажигательно, вот все... Ну, вот, давайте расскажем, Гаврил, как-то все пришло, потому что, как руководитель. Ну, мы пришли, поставили колонку, и все, музыка, все зажигательно, сделали зажигательную, как бы, зарядку. Всех потянули, и как бы никто не стеснялся, все показали то, что все, да, все показали то, что все, как бы, тянутся к спорту. Интерес есть. Да, интерес есть. Даже просто остановились, посмотрели и уже задумались, наверное. Да, все стояли, снимали, вот, все было круто. Ведущий нашего, кстати, мероприятия Василий Попов, он КВНщик, КВНщик Бигни Мамонтов, выступал в высшей лиге КВН в городе Москва. И поэтому, вот, он, вот, оживлял публику, вот, звался, давайте, давайте, подходите. И Ариатна вообще, такая классная, вот, и все за ней, главное, повторяли, все, вот, все движения, которые она показывает. И эти движения, вот, самые простые, да, без инвентаря все делается, и они очень эффективны. Работа с собственным весом. Да, работа с собственным весом, и еще после был такой некий мини-конкурс. Конкурс, ага. Где мы раздавали абонементы. Да, подарили абонемент. Выиграл абонемент. Женщина по имени Мария, ей 62 года, и она вообще всех сделала там. По приседанию, извиняюсь, да? Да, по приседанию. Приседание, потом удержание, там были мужчины, женщины. Молодые девушки, да. Молодые девушки, и она, вот, последняя осталась. Мотиватор, мотиватор. Да, замечательно, да? Мы видим, что спорт любят, да, вне зависимости от возраста все-таки у нас в республике. Это первая промакция. Это первая промакция. А вторая промакция пройдет 15 ноября, тоже в час дня, тоже в ТРК Туймада, тоже на первом этаже. И, соответственно, третья промакция пройдет 22 ноября, в час дня тоже, и тоже на первом этаже ТРК Туймада. Мы с вами встретимся, наш ведущий Василий Попов вас встретит, и будет такая зажигательная программа и маленькие призы. Замечательно, но это все касается промакций. Да, и еще планируется одна промакция, вот, в Кфене. Обычно в Кфене по выходным дням проходит мероприятие Кфен-пати. Студенческие дискотеки в Атриуме. И там мы, кроссфитеры, должны провести зарядку, мини-зарядку. То есть и студентов захватим, да? Флэш-моб. Флэш-моб. Но к этому мы вернемся после небольшой рекламы. Дорогие друзья, у нас после рекламы еще будет также интерактив. Наши дорогие гости покажут эффективные упражнения, так что не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Все самое интересное в программе «Спорт-клуб». После небольшой рекламной паузы в эфире в ночь передача «Спорт-клуб». Судьи работы власти Сергеев и Дарья Анкехова. Да, и мы напоминаем вам о том, что сейчас, прямо сейчас, ну и до ухода на рекламу, мы говорили о том, что совсем скоро, 25 ноября, пройдет третья спортивная выставка-ярмарка «Будь в форме». Про эту ярмарку уже знают, наверное, многие в нашем городе, и не только в нашем городе. Она уже полюбилась не только профессиональным спортсменам, но также и простым горожанам. Ну что ж, и у нас сегодня в студии непосредственно организаторы. Это Саина Шеломова, Григорий Мочкин и Гаврил Винокуров. И до ухода на рекламу мы проговорили, в принципе, про основные положения этого мероприятия. Мы поговорили о промо-акции, которые уже прошли и будут, где можно чуть-чуть хотя бы немножечко соприкоснуться с этой тематикой. И мы поговорили про то, кто приедет к нам. Ведь это немаловажно. Давайте еще раз напомним, кто у нас будет в гостях. Так, у нас три хедлайнера. Первый из них и самый авторитетный и главный наш гость Михаил Кокляев. Это мастер спорта международного класса, восьмикратный победитель по тяжелой атлетике. Самый сильный человек в России. Да, известный блогер. И также, как сказал ранее Григорий, Кокляев Михаил знаком с Якутией. В 2009 году, во время Игоря Манчары, он выступал по мастер-рестлингу. Поэтому он знает Якут, знает Якутию, знаком с нашим народом, с нашей культурой. И вот это будет его второй приезд. Ну что, дорогие телезрители, сейчас могут воучу, наверное, немножечко познакомиться. Давайте посмотрим. С Михаилом Кокляевым. Внимание, Найка. Якутия, привет! Якутск, здравствуй! 25 ноября 2017 года. Я приеду к вам проводить становую тягу. Вернее, зарубу в тяге Кокляев, вроде всех. И я буду гостем на вашем турнире по пауэрлифтингу. Приходите, будет интересно. Будь в форме! Ну вот мы увидели, что Михаил Кокляев, как всегда, очень заряжен и нацелен именно на самые большие, высокие показатели. Мне кажется, его энергия даже через экраны передалась нам сейчас. Мы прямо сейчас немножечко отошли от экрана. А что будет 25-го? Трудно представить. Поэтому только ради него, ради Михаила Кокляева уже можно прийти и посмотреть, зарядиться его энергетикой. Кто у нас еще будет в гости? Так, следующая наша гостья – это Ирина Амбросова. Она из Новосибирска. Она довольно такая известная личность. Она мастер спорта России по художественной гимнастике и спортивной аэробике. Чемпионка Сибири. Сребряный призер Кубка России по бодифитнесу. Она участница Арнольд Классик. Вошла в топ-6. И она покажет мастер-класс по позингу. Мастер-класс по позингу. Питанию. Она расскажет, что такое правильное питание, как нужно, не причиняя вред себе, похудеть, прийти в форму. То есть это больше для женской, по-моему, да? Да, для женской аудитории. И следующий наш третий гость – это Дмитрий Фимов. У него такое довольно интересное направление, как йога смеха. Ну, считаю, что это актуальная тема, потому что сейчас в мире много… Много, ну, достаточно негатива, да, депрессии. Поэтому смех продлевает жизнь, смех дает радость, заряжает энергией. Поэтому приходите и посмейтесь с Дмитрием и Фимовым. Да, вот мы говорим о мастер-классах, да, и мы знаем то, что сегодня друзья подготовили нам, нам и нашим дорогим телезрителям. Небольшой мастер-класс. Давайте вот приступим, собственно, к этому интерактиву. Покажем нашим телезрителям то, что вы подготовили. Ну, давай, Ганн. Да, просим Гаврила. Так, в фитнес-инститете есть три базовые упражнения. Это жим лежа для груди, встановая тяга для спины и приседания. Ну, самое главное, то есть самое основное упражнение – это приседания. Девушки хотят нарастить пятую точку, а парни – ноги. Так, показываю технику. Ноги ставите шире плеч, носки на 45 градусов. Эта часть ноги называется голень. Самая такая распространённая ошибка – это когда колени уходят вперёд-верёд. Вот таким образом. Все новички приседают таким образом. Если приседаете таким образом, то нагрузка идёт на коленные суставы. Если будете работать со штангой, то через некоторое время вы просто получите травму. И ещё один нюанс. Если вы приседаете таким образом, то у вас ягодичная не растягивается. Вы можете годами приседать, таким образом у вас попа не вырастет. Ну, это девушка. Это для девочек. Так, ну вот встаёте, ноги шире плеч, носки на 45 градусов. Первое движение – таз отводим назад. Представляем, что сзади стоит стульчик, и просто на всём мы туда садимся. В этом случае у нас ноги ягодичные полностью растягиваются. Ну, на этом всё. Ещё раз. Ну, ещё раз. Давайте. Давайте ещё раз. Пять повторений сделаем. Стульчик, вот. Раз, вот. Два. 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 И три. Три. Четыре. Четыре. И последнее. Как здорово, что ты указал на вот эти, да, основные ошибки, да? Да, для многих было открытие эту штуку. Даже у меня такая ошибка была, честно скажу. Ну, день прожить не зря, Даша. Замечательно. Будем считать это промо-акцией у нас. Да, да, да. Наша пятая промо-акция, да. Отлично. Ну, что ж, и вот мы говорим, да, о том, что будет у нас хедлайнер Михаил Кокляев, большой человек из силовых видов спорта. Мы знаем то, что вот, то, что он будет проводить. У нас интересное название – это «Заруба с Кокляевым». Давайте об этом подробнее поговорим, что из себя представляет эта «Заруба». Ну, Михаил Кокляев, прежде всего, известен своими силовыми показателями встанной тяги, больше 400 килограммов. Поэтому он во всех залах, где бывает, устраивает такие зарубы с ребятами из залов, да. Поэтому на нашей выставке все желающие могут зарубиться с Кокляевым, то есть посоревноваться вместе с ним в упражнении «Становая тяга». Начиная с маленьких весов, каждый желающий будет тянуть штангу, и они постепенно будут повышать тягу до максимальных весов. И, возможно, в Якутске Кокляев Михаил установит свой персональный рекорд. То есть он основательно готовится к этой зарубе, специально подводится, да. Не просто прийти показать, да. Да, он специально как на соревнования готовится, поэтому все приходите, поддержите. Возможно, в Якутске он установит рекорд в становой тяге. Замечательно, да? Это будет круто. Да. Это будет круто. Но какие еще соревнования пройдут в рамках выставки? Так, ну, открытый чемпионат будет по нескольким дисциплинам. Это у нас первая тастановая тяга, парная тяга, жим лёжа, бисепс стоя и жим стоя. Тяга блока. Тяга блока. Ну, вот это. В республике первые соревнования будут именно по тяге и блоке. Вот это упражнение делают наши масс-рестлеры. Ну, мы примерно в республике знаем, кто у нас силён в тяге, в жиме, в приседе, но не знаем, кто сильный именно тяги и блоки. Это будет такая дыга, да? И я думаю, что это будет интересно. Ну, вот мы видим, что очень много мероприятий запланировано. Это, безусловно, очень тяжело организовать. Я думаю, и я, и наши телезрители задались вопросом, сколько вообще в общей сумме человек работает над организацией ярмарки, выставки? Над организацией, да. Так, а основными организаторами, как я говорила ранее, являются Министерство спорта Республики Саха-Якутия, редакция газеты «Спорт-Якутия», медиагруппа «Сети». И вот численность. Численность, ну, больше, скажу, больше семи человек. Я думала, больше семидесяти скажут. Я ожидал, да, сумму 20-30. Больше семи человек, да. Ну, то есть, буквально вот совсем небольшая компания устраивает настолько масштабные мероприятия, приглашают именитых гостей, проводят ещё и соревнования в рамках этой выставки. Да, ну, мне кажется, вы достойны не только похвалы, да, мне кажется, восхищения как минимум, да, ребята. Ну, тем более, посмотрите, совершенно молодые, позитивные, активные ребята, да. И это очень показательно и здорово. Да, и вот мы подробнее остановились на вот хедлайнерах, да, вот «Будет заруба». Вот мы поняли, что из себя представляет заруба, да, с Михаилом Кокляевым. И поняли с кем? Да, мы говорили о том, что вот «Будет именитая счетодняшка». Ирина Амбросова. Украсим весь якутский инстаграм. Вот после ярмарки вот инстаграм у нас преобразится, я уверен. И вот прозвучало, да, вот то, что «Будет йога смеха». Йога смеха, да. Давайте подробнее объясним это нашим телезрителям, звучит очень интересно. Да, тренер по йоге смеха – это Дмитрий Ефимов. Он живёт в Москве, но он родом сам из Якутии. Но йога смех – это такое новое направление. Я что-то такое сказать не могу. И всё самое интересное вы увидите. Да, то есть это очень забавно. Ведь кажется, что смеяться-то это вроде бы и легко, но когда тебя это заставляют делать или тебя к этому подводят, это очень тяжело на самом деле. А вот Дмитрий, он может, он прям заставляет смеяться, даже не на смешные темы. И просто сидят там человек 10, 15, 20, и они все смеются. Ну, может, со стороны это покажется немножечко странным. Ну, я не удивлюсь, если вот половина Триумфа будут сидеть, и все одновременно будут хохотать. Он это может сделать. Я думаю, это как-то будет похоже на дыхательную гимнастику. Ну, всё посмотрим, да, там 25 ноября. Интрига сохраняется, да. Напоминаем, что у нас хэштег в Инстаграме. Будь в форме. Будь в форме, да. Нет, будь в форме, и я иду. Вот так вот. То есть соцсети с нами, да? Да, соцсети с нами. А вот, ребята, вы скажите, вот примерно к какому слою населения могут быть интересны подобные мероприятия? Вот какие возрастные, может быть, ограничения, да? Либо, возможно, всё-таки это больше для мужской половины, для женской, либо для молодёжи. Вот как-то есть такие какие-то? Нет. Без ограничений? Нет, без ограничений. Могут участвовать все? Совсем молоденькие девочки, мальчики, да, потому что вот у нас будут мастер-классы по художественной гимнастике, там будет своя площадка, и также вот по шашкам, по американскому футболу, по другим видам спорта. Всё вот говорить и раскрывать не буду, но будет интересно для всех. Включая маленьких детей до вот наших бабушек, дедушек. То есть можно прийти всей семьёй полностью? Всей семьёй полностью. Молодой, великой, в любом случае. Да, главное, не забывайте кроссовки и вот вашу спортивную форму. И также забыла, там будет на месте возможность сдать нормативы ГТО. Только нужно заранее зарегистрироваться на их сайте, и потом уже прийти, сдать нормативы и получить свой значок золотой. Как здорово, даже можно. Программа насыщена, но прям вот я даже практически половину не запомнила, нужно было это всё записывать. Ну, ребята, что, мы желаем вам удачи. Спасибо. Удачи, наверное, сначала на промо-акциях. Дай бог, чтобы посетило как можно больше людей и присоединилось к вашим идеям, к вашей компании. И, конечно, 25 ноября мы призываем всех посетить Триумф, где пройдёт третья спортивная выставка-ярмарка «Будь в форме 2017». Дорогие друзья, как вы уже, наверное, поняли, то, что нас ждёт очень много мастер-класса и вот то, что хедлайнеры у нас имениты, так что не упускаем шанса посмотреть, поучаствовать в этом замечательном мероприятии и, конечно же, выиграть призы. Ну, а на этом время нашего эфира подходит к концу. Дорогие телезрители, мы не прощаемся с вами, мы увидимся с вами в следующую пятницу в это же время, в этом же месте. С вами были я, Дарья Анкехова и Власий Сергеев. До скорых встреч. И будьте в форме.